МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Здесь можно окунуться в Рождество. Дети войны побывали на спектакле «Щелкунчик». В споре рождается истина. На базе Пушкинки старшеклассники провели дебаты о творчестве Максима Горького. Книга – лучший подарок. Какую литературу предпочитают саровчане? Далее расскажем обо всем подробно. Новую систему оплаты труда педагогов начнут тестировать в Нижегородской области с 1 сентября. Об этом Комсомольской правде сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики региона. От Нижегородской области в пилотном проекте участвуют 48 организаций. 24 учреждения дошкольного образования, 16 общеобразовательных школ, 2 учреждения среднепрофессионального образования и 6 организаций дополнительного образования. По словам представителей ведомства, Нижегородская область стала одним из участников пилотного проекта по апробации требований к системе оплаты труда педагогов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования. Целью проекта авторы назвали утверждение единых требований к оплате труда учителей, общего подхода в определении размера зарплаты. Проект должен помочь устранить необоснованную разницу ставок зарплаты в школах и других образовательных учреждениях. Общественная организация «Дети войны» 20 мая будет праздновать свое восьмилетие. Ее участники – это люди, заставшие Великую Отечественную войну в юном возрасте. Членов правления организации пригласили в Саровский драматический театр на воскресный спектакль «Щелкунчик». Подробности далее. Члены общественной организации «Дети войны» принимают участие в различных городских мероприятиях. Они становились гостями классной стритч-ертыша для школьных активистов. Также участвуют в проекте «Память в сердце», делятся военными воспоминаниями с пионерами Союза детских организаций, «Сияющие звезды» и со старшеклассниками Союза «Статус». Мы выступаем в школах, в воинских частях. И надо сказать, что дети очень хорошо слушают нас и задают потом вопросы. И говорят, что у меня бабушка рассказывала там то-то, то-то. Мы им говорим, а вы расспросите бабушку. Она вам больше расскажет. Вот недавно мы были с Жанной Дмитриевной Шенкаревой на уроки в нашем техникуме профтехучилище, где урок был посвящен Великой Отечественной войне. Там были ребята и девочки 16-17 лет. Мы рассказали о своем военном детстве. Директор Саровского драматического театра Марина Першина пригласила членов правления общественной организации «Дети войны» на спектакль «Щелкунчик». Несмотря на возрастной ценз 6+, от просмотра «Волшебной сказки» взрослые тоже были в восторге. Хорошо. Я расскажу тебе про Конфетербург. Про Питербург? Нет, Марина. Конфетербург. О спектакле «Щелкунчик» Саровского драматического театра в социальных сетях можно найти огромное количество положительных отзывов. Для активистов организации «Дети войны» воскресенье стало праздником. Я никогда не думала, что я так с удовольствием буду смотреть детские спектакли. Я давно не смотрела детские спектакли, но это, конечно, было чудо. Молодцы все артисты, молодцы все, кто готовил этот спектакль. Оказывается, отличным подарком для ветеранов может стать поход в театр. Используйте эту возможность. Приглашайте своих бабушек и дедушек на спектакли. Им точно понравится. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В январе в России снизилась стоимость авиаперелётов в эконом-классе и билетов на поезда дальнего следования. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Так, проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования в январе стал дешевле на 9,5-18%. А цены на авиаперелёты экономическим классом снизились на 8,5%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижнем Новгороде запустили интересные развлечения для детей и взрослых. От московского вокзала каждые выходные отправляется настоящий старинный паровоз L-3095 1953 года. Ему около 70 лет, а он всё ещё в строю и готов доставлять людей под звуки шипящего пара и скрип механизмов. Пока маршрута для поездок всего два. Нижний Новгород – станция Окская, деревня Ромашково. Нижний Новгород, Маховые горы, город Бор. Алексей Сафонов осмотрел объекты капитального строительства, проверил, как идут работы. На сегодняшний день на 11-й школе работают порядка 50 человек. Ковид даёт о себе знать. Внутри ведутся отделочные работы, делают вентиляцию. В нескольких местах по-прежнему нет витражей, но подрядчик заверил, что в ближайшее время установит их. Рассказал глава города на своей странице в Инстаграм. Также Алексей Сафонов проехал на улицу Чапаева к месту, где планируют строительство дороги к новой детской поликлинике. По предварительным подсчётам, активное строительство начнётся летом, и в октябре дорога будет готова. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография». Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодёжь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше 4 месяцев после армии, либо после окончания обучения. Такая мера даст молодым людям возможность получить дополнительное образование или более востребованную профессию. И для этого выделим из бюджета почти 1 миллиард 200 миллионов рублей. Всего в текущем году в программе обучения и переобучения смогут принять участие почти 150 тысяч наших граждан. И на такие цели в бюджете предусмотрено свыше 8,5 миллиардов рублей. Мы будем и дальше создавать все условия, чтобы наши граждане могли найти интересную работу и повысить свой уровень жизни. Правительство продолжает поддерживать рынок труда. В предыдущие два года на ситуацию в этой сфере серьёзно повлияло распространение коронавируса. Многим людям приходилось менять работу, а кто-то и вовсе мог остаться без неё. Президент тогда поручил сделать всё необходимое, чтобы восстановить занятость. И это значимый шаг в реализации поручения президента, пояснил премьер-министр. Заявку на обучение можно подать на портале «Работа в России». Ранее Кабмин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в сфере искусств. Кому нужны сегодня книги «Мысли Горького»? Так звучала тема дебатов муниципального этапа областного проекта в фокусе современного подростка. Старшеклассники обсудили актуальность произведений знаменитого писателя, школьную программу и современные тенденции. Подробности далее. Актуальны ли сегодня книги и мысли писателя Горького? Нужны ли они подросткам, а взрослым людям? Именно на эти вопросы отвечали участники дебатов, которые состоялись на базе Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Выступающими стали учащиеся 5-й и 20-й школ. Зрители – ребята из 13-й школы. Обычный мальчик из разоренного купеческого рода, который, в общем-то, вроде бы никаких надежд не подавал. А вышел из этого мальчика несколько домов первоклассной литературы, классической литературы. Старшеклассники заранее готовили тезисы и аргументы в защиту двух позиций – «Позитивный реалист» и «Сумрачный фантазер». Первый доказывал актуальность произведений Максима Горького, а второй – отсутствие необходимости их изучения в школьной программе. И так же это относится к Горькому. Он может быть великим человеком, у него могут быть умные мысли. То есть он такой умный, почему не написал прочие поярки, почему вот эта вот чернуха постоянно… А третью роль, безразличной, на протяжении всей дискуссии играла Евгения Шарова. Девушка, несмотря на свои большие литературные познания и интересы, легко вошла в образ подростка, который равнодушно относится к книгам. У меня были разные чувства. Сначала, когда дебютировали, если можно сказать, Влад и Мария, я была на стороне Марии. Мария четко говорила по фактам, была уверена в своей позиции и приводила довольно-таки хорошие аргументы. Когда дебютировали Михаила и Екатерина, я сменила свою позицию, так как Михаил говорил про более сложные, более философские, я даже сказала, мысли. И я ушла довольно-таки в смешанных чувствах. По итогам конкурсных испытаний сформировалась команда Сарова из трех старшеклассников. Далее наши ребята с помощью телемоста примут участие в дебатах с представителями других районов Нижегородской области. На этом этапе целая команда будет защищать какую-то одну позицию. Я глубоко и давно убеждена, что, в общем-то, наша молодежь достаточно умная и во многих случаях умнее нас взрослых. Другое дело, захотят ли они говорить. Говорить при всех, высказывать свои мысли. Но здесь вот так получилось, что заговорили и говорили очень интересно. Проект «Фокусе современного подростка» дал возможность старшеклассникам пообщаться друг с другом, показать глубину своего внутреннего мира и продемонстрировать умение вести дискуссию. Говорят, книга – лучший подарок. В календаре даже есть такой праздник – День книгодарения. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, знакомы ли саровчане с этой традицией и какую литературу выбрали в дар – родным, близким или просто незнакомцам. Один из интересных праздников февраля – Международный день книгодарения. С каждым годом о нем узнает все больше людей, и популярность книг со временем возвращается. К этой дате саровчане принесли в дар библиотекам около 300 книг. И мы решили спросить, какие произведения достойны того, чтобы ими поделиться с другими. Давно прошел Международный день дарения книг. Поэтому мы решили узнать у наших горожан, какие книги вообще читают, что любят. Я люблю Толстого. Здорово. Какая-то конкретная, может быть, книга. Вы знаете, вот, как говорится, на старости лет перечитала вообще «Война и мир». «Война и мир». Моя любимая книга. Можно я скажу о книге, которую я читал еще в 8-9 классе? До сих пор не забуду. «Конандули». «Преступление и наказание» и «Идиот». «Путешествие голубой стрелы». «Путешествие голубой стрелы». Моя любимая книга с Серафима Преподобного. Я люблю ее несколько раз, перечитываю. Любимая книга «Три минуты молчания». Это Гайдар, Аркадий Петрович такой был. Ну, а взрослый, как бы я больше читал Иванова, если такой писатель. На Западном фронте без перемен. Я даже не знаю, я больше люблю стихи Пушкина, Есенина, поэтому как-то так. А какой-нибудь, может быть, конкретный? Ну, значит, недавно только прочитала «Войну и мир». Очень здорово. Да, и очень интересно, потому что в школе это воспринимается совершенно по-другому. А сейчас я с удовольствием прочитала и получила массу удовольствия. А какую бы книгу могли посоветовать? Да я вообще вот люблю именно все вот историческое такое. Вот советую нашей молодежи. Наверное, всем выпускникам школ посоветовала бы прочитать «Чапаева» и «Войну и мир». С удовольствием. Евгения Онегина еще раз перечитать, потому что, я говорю, в школе воспринимается это совершенно по-другому в юном возрасте. О любимых книгах саровчан узнали Виктория Иванова и Кирилл Довикевич. ПОЮЩИЙ СМЫЧОК На конкурсе «Поющий смячок» Маргарита Левина стала лауреатом третьей степени. Девочка представила две композиции – непрерывное движение Литвинова и вальс Глеера. На подготовку у Маргариты ушло около месяца. Тяжелее всего для меня непрерывное движение, потому что мне его тяжелее играть, потому что сама пьеса быстрее, чем вальс. Вальс, он такой более-менее спокойный и гладкий. Звание лауреата второй степени на конкурсе была удостоена ученица восьмого класса детской музыкальной школы имени Балакирева Софья Деркач. Девушка также записала и представила на суджюри два произведения. Заочно участвовать в конкурсах Соне не нравится. Говорит, что лучше выступать на сцене перед зрителями. Для меня легче очно участвовать. Первый раз играешь, не волнуешься, получилось, не получилось, и перезаписывать не надо. И сразу все может получиться. Лауреатом первой степени в своей возрастной категории стала Дарья Синицкая. Девушка занимается музыкой 9 лет. Она пошла по стопам родителей. Ежедневные занятия на скрипке и упорство помогают Дарье достигать отличных результатов. Поскольку все проходило заочно, то выбрали мы, естественно, самую лучшую запись. Поэтому за качество своего выступления я не переживала. И все так сложилось, что получила первое место, чему была рада. Поющий смячок проходит в Нижнем Новгороде более 20 лет и имеет высокий рейтинг. Это один из областных конкурсов, результаты которого приравниваются к результатам всероссийского. В этом году в нем приняло участие более 90 человек. Вот этот конкурс, он всегда собирает практически всех, всех, со всей области людей. Половина из Нижнего Новгорода, поэтому состав достаточно сильный. Нижний же это консерваторский город. И то, что наши дети заняли такое, ну, лауреатские места. У нас все дети заняли лауреатские места. То есть это очень хороший результат в этом году у нас получился. Еще одна воспитанница детской музыкальной школы София Лебедева в возрастной группе. 11-13 лет Виолончель стал лауреатом третьей степени. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова